Всем привет, дорогие друзья! С вами Аришниф, Маша и Сафик! И вы не померите, что мы сегодня для вас подготовили! У нас тут такая коробка, вот видите, даже написано, внимание, хрупкий груз! Хрупкая, осторожно, и эта коробочка пришла из Мексики! А внутри коробки, такой вот, ребята, огромный! Подождите, помогите! Давайте аккуратно, аккуратно только, он очень дорогой! Вулкан, ребята! Настоящий вулкан! Чтобы мы его сегодня, ребята, зажгли, и он изверг свою лаву! Ху, будет настоящий эксперимент! Вулкан у нас красивый, посмотрите, здесь, видите, стекает лава! Он весь текстурный, видите? Это настоящая лава! Радужные прорезки! Для того, чтобы у нас получилось настоящее извержение, мы берем соду и засыпаем вот сюда! Потом берем краситель... Чтобы было красиво! Да-да-да-да-да, чтобы лава была красной! Капаем несколько капель! Раз, два, три... Ну, давай-давай, она должна быть жгучая! Пять, пять, семь, восемь! Есть! Восемь капель! А потом берем вот эту вот прозрачную бутылочку под название уксус! Может, еще вот этой? А? Попробуем чуть-чуть! Не, она будет... Вот чуть-чуть! Оп! Ну ладно! Для цветастости! Открываем! И когда я залью ее сюда, пойдет реакция и настоящее извержение вулкана! Ага! Все, готовы? Да! Ладно, да! Давай! Двадцать! Девятнадцать! Восемнадцать! Семнадцать! Ладно, шутка! Давайте! Три! Два! Один! Забуррило! Оно воняется, ребят! Посмотрите! Тут вот такая пенка образовалась! И внутри прям все кипит! Смотри, что-то мне нехорошо! Пойдемте отсюда! С уксусом, конечно, воняем! Давайте сюда! Бегом, бегом, бегом! Ой, какой запах стоит! Боже, это просто трех! Автобусмен? А ты что тут делаешь? Эй, ты чего плачешь? Автобусмен! Что случилось? Да, ну вы же обещали мне! А, ты, ты, ты... Про что, что, что обещали? Ну свидание! Мы же договорились с вами! Что вы поможете мне? А-а-а! Слушай, ну... Мы просто о датах не договорились! А ты бы нам написал когда-то! Откуда мы знали, что ты тут сидишь уже так долго и плачешь? Ну, я пришел, но услышал очень громкий взрыв и испугался! Да ладно, не было там никакого взрыва от этого вулкана! Ну вот запах, конечно, прям так себе! Да, ты не переживай! А-а-а! Маша уже разрабатывает план твоего свидания с твоей скорой вулкан! Да, оно сегодня, что ли, намечается? Я не понимаю просто, почему ты здесь? Ну, прежде чем рассказать о сегодняшних планах, я хотел бы рассказать вообще, как мы с ней познакомились! В общем, слушайте! Давай! Очень давно мы учились с ней вместе в школе и сидели за партией! Она мне очень нравилась! Ну, прям очень! Она такая красивая была! И мы хорошо общались! Но потом мы отучились и, ну, больше не виделись и не общались никогда с ней! Вот! Я очень скучал и переживал! Вот! А потом, потом совсем недавно, вот прям, ну, неделю назад, наверное, Я провожал школьников в дошкольной остановке! Прощайте, мои любимые школьники! Хорошего вам дня! Ага! Я вижу, у больницы стоит скорая вумен! Ага! Я как вспомнил, сразу у меня вернулись чувства ко мне! Это же, это же скорая вумен! Какая она красивая! Нужно подойти! Ум, я боюсь! Но, но, я стеснялся подойти поздороваться! И подкинул ей записку с приглашением! О, точно! Я, я напишу записку! Так, ну-ка, ну-ка! Вроде пойдет! Так, нужно, нужно тихо и аккуратно подойти, чтобы она не заметила! Ой, что это? Неужели записка? И это мне? Хм, интересно, что же там такое? Сейчас посмотрим! Но только, ребят, ребят, я перепутал адрес и написал адрес вашего дома, простите! Мне, пожалуйста! Да ладно, ничего страшного! Мы здесь можем устроить свидание! Да, ребят? Да, да! Не, не, не переживай! Все будет замечательно! Только вот, меня очень затронула ваша история! То есть вы прямо еще со школьного возраста вместе? Да, конечно! Она, она школьница была такая красивая! Ну и сейчас тоже очень красивая! Вот, ребят, вы правда мне поможете? Ты ни о чем не переживай! У нас все под контролем! Мы все сделаем! Вот, поможем! Мы не такое вывозили! Так что, братишка, не бойся! Сколько у нас есть времени? Так, наверное, вечером у тебя будет свидание! То есть часов шесть минимум у нас есть, да? Нет! Ребят, у нас осталось полчаса! Что? Тридцать минут! А, е-мое! Ты бы еще сказал пять! И что делать-то? Ну, давайте торопиться будем, ребят! Быстрее! Давай, 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 давай! Ребята, быстрее, быстрее! В 12 минут осталось! Вот, короче! У меня есть вот такая идея! В общем, надо приятную атмосферу создать еды какой-нибудь вкусненькой! И вот так вот! Не-не-не-не-не-не-не! Смотри, автобусмен, все просто! Нужно к девочке подходить с подарками, так сказать, вручить цветы, какую-то пришлую игрушку, она сразу растает! Слушайте... Я считаю, что нужно брать харизмой, вот! Просто быть веселым и классным! Да! Не, ребят, я предлагаю такую тему! В общем, я посмотрел в старинных фильмах такую фишку! Я залезаю на балкон по канату, пою серенаду там и делаю ей предложение руки и сердца! Как вам, как вам, ребят? Ха-ха-ха-ха! Фу! А мне нравится! Это старперская какая-то дичь. Смотри, подарочек вручил, кольцо типа не подарил. Всё, можешь уже это, так сказать, прыгать. Ну да, слушай, это, конечно, всё классно в фильмах. Но фильмы, каскадёры, реквизиторы, специальные люди, понимаешь? А ты, когда полезешь, ты 100% хлопнешься на попу. Вот, поэтому нужно рассматривать реальные варианты. Просто развеселее её, друг, или песню зачитать. Ладно, всё, давайте тогда быстренько сейчас что-нибудь новое придумаем, а потом сейчас рассоримся и не придём ни к какому общему мнению. Всё, у нас уже 11 минут, у каждого по 3 минуты на свой план. Ребят, скорей, скорей. Слушай сюда, автобусмен, сейчас я тебе расскажу 4 основные правила, с помощью которых ты сможешь покорить абсолютно любую девочку. И причём, неважно, какой у неё социальный статус, как она выглядит, какой у неё менталитет, вообще абсолютно любая девочка будет у твоих ног. Понял? Да! Запоминай внимательно 4 основные правила. Во-первых, нужно быть в первую очередь интересным и харизматичным. Конечно. Фух, нужно подумать не только о девочке, но ещё и подумать, конечно же, о себе. Понимаешь? Привести себя в полный порядок. Сделать себе прическу, немножечко приодеться. Понимаешь? Да, я понимаю. Вот. И подготовиться перед свиданием. Можно немножко расслабиться, например, сделать себе тканевую маску, сходить на спа, выровнять в конце концов тон кожи. Второе правило. Подготовь речь заранее. Тебе нужно сразу понимать, что ты будешь говорить. Понимаешь? Вот. Если тебе с этим есть какие-то проблемы, то можешь поднять свой уровень словарного запаса, выучить парочку новых слов, взять словарь в конце концов, либо в интернете что-нибудь полистать. Или даже можно подготовиться заранее. Взять открытку, ручку и написать ей пару ласковых комплиментов. Можно что-то типичное. Ты сегодня отлично выглядишь. Впрочем, как и всегда. Либо даже добавить какой-нибудь стих в ее честь. Тогда на 100% даже после второго пункта сразу станет твоей. Я как раз умею сочинять стихи. Молодец. И третий пункт. Третий пункт. Это язык жестов. Даже если ты что-то хочешь скрыть, то наше тело хочет рассказать все, как на самом деле. Понимаешь? Если девочка с тобой во время разговора смотрит тебе прямо в глаза и не отводит их никуда в сторону, то, скорее всего, ты ей тоже понравился. Понимаешь? Да. Но не спеши делать выводы. Возможно, это просто вежливость, и она так проявляет свою интеллигентность. Но если ты долго что-то можешь рассказывать, а она просто все, что может делать, это смотреть тебе в глаза и молчать, то тут, по-моему, все очевидно, мой друг. Понимаешь? Да. И четвертый пункт. Один из самых важных. Нужно иметь уважаемый статус. Понимаешь, о чем я? Да. Потому что мало быть просто школьником или школьницей. Ты должен из себя что-то представлять. Вот что можно с тобой делать и чем заниматься, если у тебя нет абсолютно никакого статуса. А его можно легко приобрести. Например, подписчик. Это ответственный человек, который смог подписаться на канал. Он может и ролики всегда посмотреть, в комментариях что-то написать и лайки поставить. Понимаешь? С ним есть что пообсуждать. Есть как завести диалог. За что зацепиться. Да, я понимаю. Блин. Я что-то даже захотел подписаться. Можно, пожалуйста? Конечно, можно. Да, стань свой телефончик. Подписчик это вообще здорово. Потому что по нему видно, что он ответственный, адекватный человек, а не какой-то школьник. Понимаете? Можно, конечно, учиться в школе и быть подписчиком. Это совсем другое, чем просто быть школьником и совершенно игнорировать институт подписки на канал. Ну-ка покажи. Смотрите. Вот, например, взять автобусмен. У него замечательный телефон, большой экран. Да, но кнопочка-то посмотрите какая. Подписаться. А всего лишь нужно сделать вот так. И подписка сразу становится оформленной. И нажать на колокольчик и включить все уведомления. Тогда вы не будете пропускать абсолютно ни один видеоролик. Будете ответственным, адекватным. И с вами всегда можно будет что-то обсудить и завести какую-нибудь общую тему. Вышел у меня ролик, ты к ней подошел. Кстати, видела вчера там это? А, ролик вышел у Артема. А как он тебе? И завелся наш разговор, понимаешь? Да, слушай, слушай, я даже стал чувствовать себя немного уверенней. Ну а то, теперь ты не просто какой-то рандомный чип, а подписчик. Зритель-то он туда-сюда посмотрел и ушел. А вот подписчик очень важный и ответственный человек в моей жизни точно. Все, а теперь посмотрим, что тебе там Сафик с Машей расскажут. Ребята, как вы видите, я уже заказал подарочек. Вот, потому что девочки очень любят подарки. Единственное только что, это какая-то вонючая коробка. Вот, но то, что внутри ее точно взбудоражит. Поэтому, ребята, нужно немножечко эту коробку чуть-чуть приукрасить. И этим я прямо сейчас буду заниматься. Итак, ребята, вот наша коробочка. Давайте взглянем, что же я заказал. А я, собственно, заказал очки. Вот эту вот обалденную, ребята, мышеловку и кошку. Собственно, нужно выбрать подарок и его закастомизировать, вот так сказать. Закастомизировать коробку, в которую я его положу. Так, только какой подарок мне выбрать, ребята? Как вы думаете, что же подарить девчонке? Вот эти вот модные очки. Ну реально же фэшн, ребята, реально стильно, по-моему, нет. Я думаю, это тоже крутой подарок. Мышеловка. Вдруг у Скорой Гумен много мышей. И она такая, это же то, чего я хотела. Или же вот этого прекрасного котика. Смотрите, какой он мягкий, какой он пушистенький. Какой он мяшный, какой он обалденный. Я думаю, любая девочка, она удивится этому котику и будет очень рада. Но это все вроде как прикольно. Давайте, ребята, вы прямо сейчас напишите в комментариях, что подарить Скорой Гумен. Очки, мышеловку или вот этого котика. Давайте, ребята, я вас верю, пишите комментарии прямо сейчас. Опа, ну-ка. Мышеловку. Ребята, ну это какая-то еронда. Как будто бы мышеловку можно подарить кошке, наверное. Я думаю, навряд ли, что у Скорой Гумен много мышей. Давайте еще посмотрим комментарии. О, подарить мягкую игрушку. Девочки любят мягкие игрушки. Ё-моё. Сколько здесь комментариев. Так, положи игрушку. Положи игрушку. Видимо, большинство за то, чтобы я положил вот эту игрушку кота. Ребята, я вас ценю. И все-таки, если большинство за то, чтобы я подарил игрушку, то я, конечно же, подарю игрушку. Так, вот это мы тогда все выкидываем. Обратно вернем. И вот эту вот прекрасную игрушку мы положим вот в эту вот прекрасную коробочку. Все вот так вот мы ее кладем, чтобы котик прямо встречал Скорую Гумен. Так. И, конечно же, ребята, я взял вот такой вот огромный банк, чтобы она прям ошалела внимание нашего автобусмена. Так. Вот эту ставим. Бант. Так, ребята. Вот так вот мы сейчас вот так вот положим. Так. Вот так вот. Опа. Сейчас мы замотаем. И будет отличный банк. По-моему, красиво. Ну, давайте лучше поинтересуемся, что там вообще у Маши происходит. Я пока тут завяжу. Итак, ребята, я считаю, что мальчики вообще ни в чем не разбираются. Ведь для идеального свидания всего лишь нужна хорошая вкусная еда, приятная атмосфера, какой-нибудь мультик добрый. И все прекрасно сразу будет. Не надо ничего выдумывать, никаких там напыщенностей. Надо быть искренними. И вот поэтому я сейчас буду делать вкусные коктейльчики, которые всем понравятся. Самое главное, они будут с частичкой каждого из наших сегодняшних персонажей. Я буду делать коктейльчики для автобусмена и для скорой вумен. Автобусмен любит у нас кушать бананы. Так что возьмем их побольше в наш стаканчик. Также он любит яблочки. Их мы тоже не жалеем. И еще он любит апельсинчик. Объясняю почему. Потому что, ну, автобусмен, он часто возит в автобусики детей, школьников. А они как раз-таки на школьные обеды любят кушать вот яблочки, бананчики. И апельсинчики. Это самая типичная, полезная и вкусная еда. Апельсинчик. Вы знаете, что из цедры как раз-таки можно делать апельсиновые всякие пироженки вкусные. У меня мама так делает. И сейчас запустим нашу шарманку. И все, и коктейльчик будет готов. И погнали. Апельсинчик. 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 Опа. Кажется, все. Ребята, почувствуем запах. Ой, да. Это то, что нам надо. Я уже предвкушаю их к свиданию. И что вот именно из-за этих коктейльчиков, я думаю, они сразу наладят коннект. И все будет хорошо. Представляете, если автобусмен подарит скорой вумен ее любимый коктейль. Я думаю, ей очень понравится этот знак внимания. А теперь делаем вкусняшку скорой вумен. Итак, она работает в службе скорой помощи. А там ценится все самое полезное для здоровья. А морковка это очень классный овощ. Он для зрения, знаете, как помогает? Я его хрумкую целыми днями. И груша. Висит груша, значит можно кушать. Тоже добавим. Она мягенькая, очень полезная. Такая же приятная и добрая, как скорая вумен. Я прям вижу характер овощей, понимаете, и фруктов. Добавляем все в наш волшебный миксер. Заливаем молочком. И перемешиваем. Погнали. Ты готов? Вкусный напиток. Смотрите, какой он оранжевый. Прям лух какой. Теперь настало время декора. Итак, у нас есть взбитые сливки, ребята. Хопа, хопа. Сейчас мы пахнем наши коктейльчики. Много не бывает. Это самое главное правило. Если что-то пошло не по плану, это можно сделать. Все. Теперь время присыпки, ребята. Это такая вкусная вообще штучка. И еще она красивая. Что ж такое? Не получилось открыть. Сейчас, простите. Опа. Добавим в Скорый Вумен вот такой вот желтенькой посыпочки. Не жалеем, ребята, не жалеем. Потому что она такая же яркая и хорошая. И Басмену тоже. Потому что он любит желтый цвет. То есть любит Скорый Вумен. Так. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Ну теперь, мне кажется, эти коктейльчики выглядят практически идеально. Только лишь трубочек с надписями Лав. Добавляем. И у нас вот такие вкуснятинки. Очень полезные, очень светлые и очень милые. Скорая Вумен и Басмен. Я думаю, что я лучше всех справилась с заданием подготовить идеальное свидание. Вот, ребята, осталось совсем чуток. Сюда подушку. Сюда моего гуся. Коктейльчик. Вазочку нормально поставим. И все. Кайфовое место готово. У нас тут даже проектор есть, ребят. С вот таким вот экраном. То есть мы можем смотреть тут, ну не мы, а Басмен и Скорая Вумен. Они могут хоть наш видосик включить, хоть любой мультик. И вот так вот сидеть, пить коктейльчики. Ну, ребята, это же идеально. Что еще надо для счастья? Блин, ребята, как же это выглядит классно. Вы только взгляните. Это действительно как кинотеатр. То есть мы можем даже снять ролик какой-нибудь. Как мы смотрим в 3 часа ночи в нашем доме. Какой-нибудь ужастик вот здесь вот. Так что если вы наберете, например, 80 тысяч лайков, я обязательно упрошу ребят сделать этот ролик. Я думаю, что это будет очень интересно. А теперь для завершения нашей идеальной атмосферы вот такой вот комнатки пущу конфетишку. Бам-парабам-бам-бам-парабам. Ой, ребята, они еще и сердечками. Все, это место просто волшебное. Я думаю, что нету шанса, что такое свидание может не понравиться. Нужно подготовиться. Я должен успеть провязать канат, чтобы удивить скорую вумуну. Скорее. Нужно провязать канат так, чтобы потом не упасть с него. Надеюсь, туго. Да, есть. Надеюсь, это поможет. Теперь я украшу комнату лепестками роз. Это будет так романтично. Ух ты. Блин. Надеюсь, ей понравится. Она впечатлится от этого и полюбит меня. Так, чего-то не хватает. Я включу лампу. Так. Блин, как красиво. Она точно образуется. Эй, ты чего? Так, автобус, Мэн, ну что ты делаешь? Я ведь так долго выстраивала эти подушки. Ты что-то тут все не снес. Ну, надо уважительнее относиться к моим стараниям. Блин, Маша, прости. Я просто очень волнуюсь. Прости меня, пожалуйста. Ну, хорошо. Тебя тоже понять можно. Но ты в следующий раз будь аккуратней. Все, давай. Да, конечно, Маша. Спасибо тебе большое. Я побежал. А, пока не поздно. Нужно потренироваться, забираться на канат. А, стоп. Я же приготовил песню. Так, ну-ка, порепетируем. Скорая, вумен. Ты моя муза. Ты мое солнце. Ты мой свет. По-моему, там. Сберусь по канату. А, нет, 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 нет. Пока мы не пара. Скорая, но сберусь по канату наверх. Ну, ладно, потом еще раз подучу. Так, ну-ка, пробуем. Нет. Так, я же нормально привязал ее. Попробуем второй раз. Ну-ка. Нет. Блин, соберись. Я должен это сделать. А? Я слышу звуки сирены. Нужно скорее бежать в дом. Ребята, ребят, скорее. Ребят, ребята. Что, 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 что случилось? Да тихо, успокойся. Ты чего такой нервный? Я думаю, нам нужно запустить дрон. Так, а почему? Что ты там такое увидел? Давайте без лишних вопросов. Просто запустим дрон, ребят. Слушай, ты какой-то странный. Ты был на улице. Зачем нам дрон запускать? Сейчас с минуты на минуту скорая вумен должна прийти. Чего ты боишься? Вот объяснить ты нормально не можешь. Ну, давайте без лишних вопросов. Просто посмотрим, где там скорая вумен. Ну, ладно. Хорошо. Запускаем дрон. Взлетаю. Вот. За забором стоит скорая вумен. Твоя возлюбленная. Твоя она красивая. О, она на калитку уже открыла. Да, сама. Слушай, самостоятельно у тебя девочка. Ой, ой, ой. Она вляпалась во что-то. О, бедняга. Слушай, ну она же на свидание пришла. Она, наверное, сейчас капец как расстроится, что испачкала свои ботиночки. Это, походу, ты свои просроченные яйца выкидывал, когда одно туда упало. Да нет, Сафик, это просто лужа какая-то. Да не расстроиться она, не беспокойтесь. Ну а что делать в такой ситуации девочке? Смотри, что она делает. У нее еще одна обувь есть. Ну вот. Как запаска. А что, девочки всегда с собой носят запасные ботинки? Я обычно в одних ботинках целый год хожу. Что ты смотришь на меня так? Что, у тебя тоже запаска есть, что ли? Ну давай, Маша. Да, конечно, вот у меня раз кроссовки есть, потом ну тапочки домашние. Ага. Ну еще вот такие ботинки у меня с собой. Ну и туфли. Хочешь сказать, ты на все случаи жизни всегда с собой носишь обувь? Да. Что такого? И так абсолютно все девочки делают? Ну, большинство. Пошалит. Хорошо к свиданию подготовилась. Ты там тоже не ударь грязью в лицо, понял? Да, конечно, я постараюсь. О, переобулась. Ага. И сейчас, наверное, к дому пойдет. Не, не, не. А все, готовься. Она идет к гаражу. Может, она не знает, куда идти? Кстати, обувь она оставила там, видимо, это одноразка. Слушай, а ты какой адрес-то дал? Ты дом указал или гараж? Гараж рядом с домом. Смотри, там же моя машина стоит, она думает, что это тоже дом. Ну, у нас гараж крутой, он прям похож на дом. Она, о, стучит прям в дверь. Слушай, она сто процентов хочет в гараж. Давай, быстро, быстро, быстро. Встречай, встречай, встречай. Пошел, пошел, пошел. Смотри, она, блин, не понимает, что ее не открывает. Она же сейчас уйдет, а он упустит любовь всей своей жизни. Она возмущается уже, что ее никто не открывает. О, боже, это похлеще турецких сериалов. Да, 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 да. Я бы не хотел встретиться со злой девочкой около гаража. О, вот и он. Чун запел. О, ага. Слушай, Сафик, а ты не боишься, что они сейчас твой мотик возьмут и кататься начнут? Ты слушай, что он там поет. Ой, дурачье. Ё-моё. Не так же мы его учили. Это вы ему, что ли, наплетели? Нету какой-то. Смотри, вот ей страшно от его этих серенат. Слушайте, мне кажется, что мы его немножко недоучили, как обращаться и общаться с девочкой. Она в шоке, она от него отнекивается. Ребята, по-моему, нужно... Нам надо срочно спасать ситуацию. Так давайте тогда быстрее. К нему. Давайте, бегом, 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 бегом. Сюда. Подожди, подожди, стой, стой, стой. Все хорошо, все хорошо. Ты не переживай, ничего такого не случилось. Он какой-то странный. Ну смотри. Подошел, песни поет свои. Не переживай. Это он отличный парень. Он просто хотел, ну, так вот, анекдот такой сделать. Так сказать, пошутить. Я как девочка девочке говорю. То, что он хороший автобусмен. Ну, Маша, тебе я верю. Ты же тоже девочка. Тут просто такое дело. Парень немножечко смущается. Вот, ну, если ты дашь ему второй шанс, я тебе уверяю, ты не разочаруешься. Ты поймешь, что он парень. Ого-го, какой крутой. Ну, хорошо, ребята. Раз вы говорите, то ладно. Да. Все, давайте. Пойдемте в дом. Вот тебе курточка. Все, давайте. А там уже и поговорим. Пойдем, 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 пойдем. Пойдемте, давайте, дорогие гости. Вот представленное место для свидания. Его, кстати, скорая вумент подготовил сам автобусмен. Да, правда, это он все придумал. Да, конечно, он вообще капец как старался. Он здесь и лепестки раскидывал, подушки укладывал, игрушки даже подбирал. Очень, очень сильно старался. Если честно, мне кажется, он в тебя втюрился. Ну да, капельку буквально. Ну да, действительно, это очень романтично. Он так старался, это меня впечатлило. Да, это я подготовил для тебя, моя дорогая скорая вумент. Присаживайся, угощайся. В общем, ты здесь располагайся. А вот, давай, ты тут сейчас покачеврежешься со скорой вумент. А мы пока с этим, так сказать. Хорошо, все, поговорим, поговорим пока. Поговори со скорой вумент, а мы с автобусменом. Хорошо. По мужским разговорам пройдемся, вот. А вы тут пока с Машей поговорите, коктейльчиков поперите, вот. Давайте. Давай, 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 автобус, мам. Слушай, ну ты вообще, за тебя вообще все подготовили. Все рассказали. Локацию для свидания сделали. Ты чего? Так нервничаешь, а? Может ты нам чего-то не договариваешь? Да, ребят, я волнуюсь очень сильно. Короче, ты вот свое вот это вот не неси. Вот эту билиберду, свои дифирамбы вот эти вот непонятные. Пожалуйста, все по теме. Девочка, там как дела? Как сегодня погода там? Что, блин, бомбовые у тебя этот, что там у нее, колеса? Мигалка там, все. Ладно, в общем, автобусмен, просто скажи честно, что она тебе понравилась. Включи какой-нибудь интересный фильм, накорми ее чем-то, понимаешь? Открыточку подари. Подарок, если даришь, то на первое свидание чисто символический. Вот, понял? И разговаривай прилично, прилично. Девочки любят, когда прилично. Какой символический. Я же подготовил подарок ему. И что ты туда положил? Ну, сейчас я быстро принесу. Прилично разговаривай, слова хорошие. Все, вот этот подарок, я долго делал этот бант. Да. Спасибо большое. Смотри, Маша сделала тебе локацию для свидания, Сафик подарок подарил. А ты мне сейчас послушай все правила, которые я сказал, ровно по порядку. Как и говорил, понял? Это очень важно, понимаешь меня? Да, конечно, понимаю. Вот, и все в рамках приличия, вежливый, красивый, аку... Это что? Эй, автобусмен. Ладно, когда скорая вумен приехала. Это что, полиция? Я мигалки не удивился. А это что там в окошке сейчас? Ребята, это за мной. Ребята, меня разыскивает полисмен. Какой полисмен? Ты нам вообще ничего не рассказываешь? Ну, простите меня. Этот парень давно дружит со скорой вумен. Он талантлив, красив, крут и не стесняется ничего. То есть ты хочешь сказать, что ты позвал девочку на свидание? Мы все подготовили и ты даже не подумал рассказать, что есть красивый, умный, интеллигент. Богатый, богатый, крутой, конкурент. Простите. Когда мы учились в школе, он постоянно задирал меня за мою застенчивость. И, видимо, он увидел, как я подкидываю записку с приглашением на свидание. И теперь хочет... Ладно, все, тихо. Успокойся. Все. Смотри. Да, может быть он крут, но у тебя есть локация для свидания, есть крутой подарок и есть заготовленные слова. И есть хорошие друзья, которые разберутся с этим полисменом на раз-два. Иди к своей любимой, вот. Не переживай. А мы с Афиком постараемся его задержать. Не постараемся, а задержим его. Итак, скорая вумен. Я понимаю, что этот пацанчик застенчивый, со своими там странностями. Но ты дай ему шанс, я тебе уверяю. Он тебя еще удивит и проявится. А вот, кстати, и он. Скорая вумен, держи, это подарок тебе. Ой, спасибо. Это так неожиданно, мне очень приятно. Ребята, я тут это, коктейльчики принесла. Их сделала не я, их сделал автобусмен. Вот это коктейльчик специально для тебя, скорая вумен. Там есть морковка и груша, прям все, как ты любишь. Он специально разузнал про это. Вот, а это твой любимый коктейль. Да, я помню, это мой. Да. Ну, ребята, я вам желаю успехов. Сидите, болтайте. А я, пожалуй, пойду, там волосы надо расчесать. Скорая, а ты помнишь, как мы вместе учились в школе? А, действительно, я же думала, почему ты кажешься мне таким знакомым. Да, я вспомнила, мы же учились вместе. Скорая вумен, открывай подарок. Я надеюсь, он тебе очень понравится. Хорошо, давай посмотрим, что ты подготовил. Ой, какой милый. Мне так нравятся плюшевые игрушки. Ты просто не представляешь, ты попал в самую точку. Скорая, давай попробуем коктейли. Хорошо, давай. Оп. Ой, давай. Ммм, так вкусно. Прямо-таки, как я люблю. Я чувствую, там есть и морковка, и груша. Это ведь мои любимые ингредиенты. Ты так внимательно подошел к выбору. Я тронутая плещена. Спасибо, Скорая. Я очень старался для тебя. Ну что, Скорая, может, давай посмотрим какой-нибудь мультик? Давай, только какой-нибудь добрый. Да, хорошо, конечно. Прикольно. Сафик, давай смотреть. Вот этот полисмен, смотри. Пошалеть, он прямо у наших ворот. Он открыл ворота своей куркой. Сафик, это человек власти. Перед ним, видишь, все двери открываются. Его жезл, видимо, обладает какой-то магией. Мы никак не сможем от него закрыться. Какой чё вы... Здорово. А чего вы дрон смотрите? Что ты уже все пропустила? Что я успела пропустить? Ты не понимаешь, что тут полисмен, который... Короче, за полисмен... Полисмен ходит за скорой вумен. И как бы это конкурент нашего автобусмена. И он сейчас уже у нас на территории. Я прямо сейчас веду прямой репортаж с места событий. Что он там делает? Он, походу, достал фонарик. И изучает местность. Он проверяет наш участок, наверное, на предмет каких-то нарушений. Видишь, прям внимательно за всем следит. Так, 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 сейчас чуть-чуть. Это, конечно, не к добру. Ой, 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 ой. Сейчас чуть-чуть подвернусь. А как думаешь, он прямо через входную дверь зайдет? Ты смотри, веревка прямо в окно наше. А когда полисмен-то успел с автобусменом поссориться, я не поняла? Они с детства там, со школьных времен. А кто повесил-то эту веревку? Слушай, ой, 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 дурачок. Нельзя так смеяться, когда люди падают. Ну, а? Даже если это полисмен. Слушай, скорее всего, эту веревку повесил наш автобусмен. Он же как раз хотел, вот у него план же был, чтобы забраться к скорой вумен. Через окошко и спеть ей песню. Ну, видимо, сейчас полисмен хочет залезть прямо в окошко и испортить им свидание. А у них там и фильмы, и коктейли, и сердечки везде раскиданы. Он же все изгадит. Да, ему нельзя, нельзя этого делать, надо ему как-нибудь помешать. Ну, он сам помешался, правда. Так что, хорошо. Он отряхнулся. Ну и что? Ой. Сафик, он дрон заметил. Да. Он определенно заметил дрон. Он же высоко. А здесь летать-то можно? Подожди, что это? Умиранг достал. Не-не-не-не-не-не-не. Так даже нельзя, это он же самый... Да он не попадет. Нет. Второй дрон за два дня, да как? Ёкарный бабай. Он же самый правильный человек, ну что он делает? Это так же. Это ведь наша собственность. Мы с помощью дрона узнали одну очень важную вещь. Знаете, какую? Какую? Он все любит, когда все по закону. И это мы можем использовать против него. Есть один план. Как мы собираемся задержать полисмена? Он уже почти подошел, и мы придумали план. Во-первых, там есть светофор. Смотрите, сейчас покажем, как это работает. Например, нам нужно включить желтый свет. Мы сюда втыкаем, и там на светофоре загорается желтый. И он, соответственно, стоит и не может пройти дальше, потому что следует своим правилам. И ждет, какой будет дальше цвет, то есть зеленый или красный. Да. И мы, я думаю, сможем его продержать на красном цвете очень долго. Потом у нас есть знак дорожного переезда и шлагбаум. Да, ребята, это задержало как минимум на 15 минут. Да. Мы будем здесь пытаться тянуть время как можно дольше, чтобы автобусмен мог все рассказать скорой вуман. Тихо. Ладно, давайте прибегли. А я и так уже сядю, что не едет на меня. Сейчас мы найдем этого автобусмена. Подходит. Включаю красный. На. Ой. Кажется, красный свет. Все мы знаем, что на красный свет категорически ходить запрещено. Но ничего, скоро он поменяется, и мы с вами зайдем. Ребят, мы не сможем его так долго держать на красном свете. Он сто процентов догадается, что светофор фальшивый. Так давай я желтый включу, ёкат, ну бабай. Давай, больше времени тянуть нельзя. Желтый. А это значит, что совсем скоро загорится зеленый. Желтый это знак, приготовься. Да, 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 вот он взбесится, наверное. Включаю желтый, вставляю красный. Почти. О, залагал светофор. Что ты скажешь? Вот-вот будет зеленый и... Я не понял, почему опять красный свет? Это что такое? Ну ничего, сейчас я воспользуюсь своими документами. Пойдемте. Он прошел. Остался только шлагбаум, ребята. Давай, машинка, не подвези. Шлагбаум вас спасет. Шлагбаум, во-первых, откуда здесь шлагбаум? Шлагбаум. А во-вторых, придется подождать 15 минут. Отлично. Я же говорил, он следует правилам всегда. У нас есть 15 минут, чтобы предупредить автобусмена. Давайте пойдемте. Давайте. Давай, давай, давай. Через веру. Блин, какой классный фильм мы посмотрели, правда? Да, мне очень понравился. Может быть, посмотрим еще что-нибудь? Ребята, я предлагаю переместиться на новый этап. Да, да, да. Там нужно, в общем, отойти. Давай, автобусмена. Там уже автобусмена рядом. Давай, давай, давай. Сейчас мы в другую комнату пойдем. Там не все лучше, там не все красивее. Да, здесь уже. Все, давайте. Давай, давай, бегом, 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 бегом. Вот вам гусь. Все, сидите здесь. Вот. Мы дверь закроем. Там зеркало, может, лампы, игры настольные. Тут еще фотик есть бомбезный. Пофотографируйтесь там. Ну, на память там. Пойдем, пойдем, пойдем. Все, а мы пока. Это все-таки знаменательный день в вашей жизни. А помнишь ту училку по биологии у нас в школе? Да, она была такая противная. Просто кошмар. Да, были же времена. Блин, как хорошо мы время проводим. Я думаю, нужно так собираться чаще. Да, давай, может быть, запечатлим этот момент. О, кстати, да, вот, лежит поларой. Давай, сфоткаемся скорее. Ну-ка, улыбочку. Какая милая фотография. Да, так красиво. Мне кажется, нужно ее подписать. Только давай подпишешь ты, потому что у меня почерк, как у врачей. Хорошо, давай, это отличная идея. Угу. Вот, держи. Ой, это так мило. На самом деле, ты мне тоже нравишься. Правда? Да. Можно я тебя обниму, пожалуйста? Да, конечно. Сейчас нужно придумать, как спровадить полисмена, ребят. Мы их можем до бесконечности прятать в разных комнатах, но рано или поздно он их по-любому найдет. Сто процентов. Блин, он прошел через шлагбаум. Так, ребята, без паники. Походу, нужно вставать, так сказать, в грязь лицом. Все, сейчас застегну пуговички, покажу серьезного человека. Давайте с ним просто поговорим. У меня лицо вроде чистое. Зачем? Да, у меня кофта тоже чистая. Сейчас я узнаю, кто за этим стоит. Здравствуйте. А вы чего? Здравия желаю. Проникли на частную собственность. Да, предъявите вашу ордер, документы. Здравия желаю. И значит, во-первых, вы будете наказаны за поддельные знаки и поддельный шлагбаум. Чем, чего? Во-вторых. О чем вы говорите? Я имею полное право здесь находиться и обыскать все, что я захочу. Это вам понятно? Слушайте, да. А обыскивайте, что хотите. Нам вообще нечего скрывать. Это мы сейчас посмотрим. И если я здесь найду то, что мне нужно, вы тоже будете наказаны вместе с ним. Ничего вы не найдете. У нас все законопорядочное. Нет никого, кого вы там ищите. Например, басменов всяких. Вообще лучше, может, на первом этаже только посмотрите. На втором мои вещи грязные. А вот это уже подозрительно. Сейчас я все здесь проверю. Слушайте, да поверьте мне, честное слово. Вы знаете, кто мой папа? Да, на втором этаже нет абсолютно ничего, ничего интересного. Там только мои вещи. Больше ничего. Сейчас мы посмотрим. Вот, пожалуйста, давайте сначала проверим вот эту комнату. У меня там детский, грязнючий, капец, воняет. Заходите, давайте. Главное, проверьте, все здесь как полагается. Так, сходи, перебрячь в текущую плечку. Хорошо. Да, за мной, за мной. Боже, у нас осталось мало времени, мало времени. Ребята, ребята, быстренько за мной поднимайтесь. Сейчас за шторку спрячемся. Это элемент свидания, знаете, чувства, они в страхе познаются. Давай, давай, заходи, автобусмен. Скоро, ума, заходи. Вот, это квест в темноте. Очень укрепляет взаимоотношения между людьми. Все, давайте, удачи. Ребята, давайте. Так, ну, похоже, здесь действительно никого нет. Ну, мы же говорили, вот, посмотрите, абсолютно никого. Ну, тогда, как вы объясните мне все вот это? Слушайте, дело в том, что это Машина комната. У нее здесь недавно был девичник. Они тут с девчонками сидели. То есть еще тренировались к турниру по шахматам. Пили коктейли всякие. Да. И друг другу подарки дарили. Да. Так что тут никого нету, давайте домой, так сказать. Ха-ха. На первый этаж. Будем знакомы, да. Допустим, звучит правдоподобно. Но я же знаю, что здесь есть еще одна комнатка. Ха-ха. Не, ну, слушайте, ради бога. Пойдемте, мы вам любую комнату покажем. Может, это чаю? Нет, никакого чаю. А заходите. Здесь тоже абсолютно никого нет. Мистер полисмен, это моя комната. Мистер полисмен, вы чего сюда заходите без спроса? Смотрите, здесь абсолютно никого нет. Видите, кровать заправлена почти что. О, вещей здесь нету никаких. Ну, урчи. Все. Проваливайте отсюда, пока мы тут с вами не поругались. Салик, ты борщишь. Ну, хорошо. Полисмен многоуважаемый, у нас все чисто, законно. Никакой абсолютно ли not legal действий нет. Все, вы убедились? Да. Ну, похоже, да, действительно, здесь никого нет. Ну, вот тогда и давайте отсюда, с нашей частной территории, быстро, пока мы не вызвали. Все, 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 все. Полицию. Извините, да, вот, давайте вы сами дорогу себе обратно найти. Прошу прощения за беспокойство, до свидания. Да, конечно. Конечно. Фу, пронесло. Давайте, ребят, выходите. Все, 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 все чисто. Он ушел. Ребята, ну что же, вам настолько сильно повезло, у тебя мордочка торчала. Он не могся получше спрятаться? Да, кто это был? Нам автобусмен вообще ничего про него не рассказал. Ой, это полисмен, мы вместе учились в школе, но, знаете, он как-то странно себя ведет, как фанатик. Я не хочу с ним общаться, а он все равно ходит и ходит за мной. Понятно. Ладно, а как тебе свидание с автобусменом? Мне очень понравилось проводить с ним время, он такой милый, и обходите. Ну вот, круто, все получилось, ребята, видите, не зря Маша подготовила крутую локацию, Сафик подготовил крутой подарок, а я научил автобусмена, как себя вести с девочками. Ребята, большое вам спасибо, что вы посмотрели этот ролик. Я вас уверяю, вам понравился, мне-то как этот день понравился. Просто невероятно. Что все закончилось хорошо. Да, ребята, поэтому прямо сейчас ставьте лайки и посмотрите вот эту вот булю. Тыкайте вот сюда. Давайте, тыкайте сюда. Если хотите ролики еще с автобусменом и со скорой вуман, то обязательно переходите вот на этот видеоролик. Давай, тыкай. Пу!